всем здравствуйте сейчас мы поправим немножко привет девчата здравствуйте здесь у нас есть кто-то уже с нами есть можно еще махнуть там рукой слышно видно да вот ну вот пошли комментарии здравствуйте девчата здравствуйте 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 старые новые знакомые так сегодня у нас четверг и мы с вами встречаемся именно по четвергам в два часа дня для того чтобы сделать какие-нибудь незамысловатые дизайны так значит ну в сегодняшнем нашем осеннем задании значит в моем задании стояла осень с гель-лаками из набора lost and time был такой замечательный набор он уже давно длительное время находится у нас продажи вот и мы про него вспомнили плюс к нему к этому замечательным набору из восьми цветов гель-лаков мы добавили декорации декорации которые вышли вот за последнее время за осень и это декорации и виде шарми кончиков и в виде слайдеров опять же мы с вами пытаемся значит максимальное количество задействовать вариантов рисунков слайдеры которые мы можем с вами задействовать я вам просто напомню так быстро на вскидочку это вот у нас влюблены с номер 117 работали с таким не работали то есть я стараюсь по максимуму использовать весь слайдер чтобы ничего нигде не завалялось по максимуму все было использовано в работе чтобы все это было оправданно до затрата денежная так мгновение осени 120 но хэллоуинчик у нас уже прошел до этот праздник смены лета на зиму вот но тут есть красивые бабочки есть красивые веточки грибочки и как раз таки вот этот осенний месяц который только начался как раз таки очень хорошо как бы можно задействовать вот эти варианты слайдера и так 120 значит мгновение осени так еще вариант этот мы уже с вами смотрели вариант вот этот цветочками очень сильно хорошо у меня пошел в моих каких-то воображениях туманные грезы вот такие вот красивые сера какие-то такие персиковые до цвета веточки цветочки надписи и даже со вставочками фольгушки это номер 121 вот такой вот вариант значит здесь цветочные портреты и здесь вот листочки дамочки цветочки тоже как вариант осени чуть ранее выходил вот такой вариант девчат природные композиции тоже классно можно их задействовать сейчас потому что ну листочки они сами по себе да конечно же осенний вариант осенние цвета и так далее ну и вновь вышедший слайдер честно говорю я ничего с ним еще не делала то есть как бы такой вот цвет цветной цветной дым катя мирошниченко в своих прямых эфирах уже делала обзор по этому слайдеру но прикольные такие темы цветочные можно соединить с любыми темными оттенками потому что эти рисунки сделаны на белой основе поэтому они хорошо будут видны вот и на светлых оттенках будет красиво смотреться но вы знаете я бы например ничем и конечно бы их не сочетала так нам сказали что качество не очень девчат ну постараюсь отсвечивает может быть потому что много фольги вот значит я бы их использовала просто как самостоятельный дизайн просто где-то сбоку прикрепить может где-то там с краешку посерединочки вот такие вот красивые штучки-дрючки и на один пальчик конечно же не знаю можно конечно попробовать какими-то надписями может быть сочетать но это мы попробуем сделать следующий четверг так ну а сегодня мы с вами берем в работу гель-лаки из коллекции лосон тайм я напомню значит это номера девчат с 387 номера по 303 394 так я даже может попытаюсь сложить их по цветам смотрите это получается вот 387 388 так какой у нас там подсчет уйдет 389 такой красивый белый перламутровый красивый так 389 390 прошлой осенью мы очень много делали вариантов с этим цветом 91 двигайтесь девочки двигайтесь так 92 392 конечно же красивый такой цвет и 393 394 вот 8 оттенков которые входят в набор я считаю что это конечно самые прикольные цвета для осени есть и зелененький красивый желтый яркий вот такой вот ну бордовый да красно-бордовый цвет ну и для любителей темных тоже оттенков тут тоже принципе все есть и так значит мы берем с вами в работу теперь то что у меня получилось я стараюсь готовиться и делать много много разных вариантов вот на ваш суд может быть что-то найдет кто-то для себя значит какие-то варианты которые понравятся потому что есть варианты на весь ноготь есть варианты на частичная до какой-то вариант так ну и я напомню да что у нас сегодня 2 ноября на связи с вами ростов-на-дону школа екатерина мирошниченко я инструктор наташка клюгина вот надеюсь что в ближайший часик мы проведем с вами такое время скажем так для пользы и так ну что я даже если честно как бы это просто как варианты на самом деле варианты опять же в которых ничего не нужно рисовать вот поэтому я предлагаю как бы сделать допустим успеем два варианта хорошо успеем три варианта тоже очень хорошо и так да я вот этот вот татьяна нам пишет все красиво особенно с литьем спасибо большое значит я да действительно приготовила фольгушку фольгушку мы можем с вами взять серебряную золотую потому что это самая востребованная фольга тем более вот осенью почему бы и нет и на один пальчик не надо говорить что мы стараемся сделать на всех пальцев абсолютно ни к чему это она одном на двух пальчиков я думаю что будет в принципе даже прикольно и так ну что поехали возьмем за основу давайте с вами 389 цвет и покроем весь ноготочек чтоб потом кусками не покрывать да значит основной цвет сделаем вот такой вот красивый 389 просушим девчат и давайте поработаем например с цветом 390 вы как вы к этому относитесь или не знаю 300 300 где можно взять либо какой скажете можем 390 за 394 этот этот будет хорошо на самом деле смотреться давайте вот этот возьмем такой немножечко необычно красивый цвет очень многим нравится 390 так и покроем сверху покроем сверху и сделаем вариант вот такой вот так чуть-чуть телефончик подниму вот татьяна написала синим и его и взяли давайте мы аккуратненько покроем таким образом чтобы часть ноготочка у нас осталось не покрытая причем это может быть абсолютно хаотично не принципиально как итак давайте начнем около кутикулы так будет удобней давайте вот так вот сделаем аккуратненько и часть ноготочка у нас останется вот с такой небольшой дырочкой на самом деле можно было и глубже сделать в такой вот выпад а на соседнем пальчике как бы с другой стороны зеркальное отражение будет такой элемент знаете как бы голого маникюра так покрываем цвета ложатся очень плотно девчат вы сами видите то есть даже практически никаких там намеков на то что будет просвечиваться цвет который у нас с вами там внизу так просушиваем просушиваем и сейчас мы будем с делать стемпинг стемпинг значит техника стемпинг можно взять абсолютно любую какую-нибудь пластину которая мало-мальски похоже например на какие-то осенние варианты ну вот например у нас там одна из последних да там не помню то ли 12 или 13 номер было их две одновременно одна с орнаментом 1 например вот с такими вот интересными цветочная тема цветочная листочная так далее добавим в работу давайте немножко серебряный серебряный лак для стемпинга да я хочу чтобы мы с вами раскрасили до рисунок который будем отпечатывать основу сделаем черным цветом а добавим в работу серебро и раскрасим наш рисунок частично который будем отпечатывать на поверхность значит все у нас высохло нам потребуется с вами сейчас сейчас я ее скотч такой характерный до треск в эфире это скотч девчат так все чисто потому что нам нужно будет очень аккуратненько так приготовим кисточку для раскрашивания так давайте возьмем можно взять идеальный мазочек номер 0 для каких-то более мелких рисунков нужно взять 5-0 кисточку так я возьму идеальный мазочек номер 0 она такая небольшая аккуратненько и будет удобно делать так теперь значит мы будем все делать естественно быстро потому что работаем лаком для стемпинга да возьмем черный цвет и возьмем цвет серебра а потом в дальнейшем уже доделаем работу с помощью серебряной фольги до чтобы она все сочеталось так вы давайте так не нужно убрать лишнее люблю это делать какой-нибудь пластиковой карточкой так это я застряла перчатках пытаюсь достать пластиковую карточку какую-нибудь любую так салфетка и не конечно же потребуется жидкость для растворения до гель-лана салфеточка приготовлю так ну что поехали значит нужно собраться с мыслями сделать все очень быстро итак черный цвет наносим так начало рисуночка до попытаемся пропитать его весь аккуратненько убираем все лишнее легкий накат вот цветочки у нас отпечатались и теперь я их раскрашу серебряным лаком и вот таким вот образом вот тут будет серебряный цветочек так мне не очень удобно видно из-за телефона но и тем не менее так поехали надо будет постараться тут такие по типу хризантем какой-то такой осенний вариант цветочек так почему нужно будет быстренько ну потому что высыхает очень быстро лак для стейпинга правильно же мы все это прекрасно понимаем поэтому так так ну где то тут еще вверху давайте пока так отпечатаем потом увидите начало высыхать надо чуть чуть побыстрее так сначала в нижней части отпечатаем вот таким образом так лишнее то что попало туда куда нам не надо мы конечно это все уберем так ну и не хватает сверху да придется продолжить экзекуцию раз уж мы с этим связались так я убираю сейчас пока лишнее все сейчас секундочку и продолжили немножко суета со стемпингом но все равно тема прикольная и так продолжим подушечка должна быть опять же чистая так мне нужно буквально вот наверное верхний вот этот цветочек с листочками возьму захвачу так легкий накат немножко серебряной краски я продолжаю разукрашивать так так отпечатываем верхнюю часть ноготочка так аккуратненько и даже вот тут вот листочки немножко все вот такие вот у меня получились серебряные хризантемы на таком серый ой какой то такой зеленый синий фон да и теперь конечно же лишнее мне нужно убрать я возьму можно взять безворсовую салфеточку можно взять аккуратно палочку да и вытереть там рисунок где он вам не нужен данный момент вот таким образом все видите часть ноготочка остается чистым и так дальше продолжаем теперь я хочу у девчат добавить фольгу в работу я хочу границу отбить с помощью фольги и для этого мне конечно же потребуется гель на который хорошо отпечатывается фольга в нашем случае это черный тюльпан черный тюльпан это гелевая краска которая уходит много-много лет одна была из первых которые вышли в компании эми сейчас она выпускается в тюбиках по 10 грамм и в баночках по 5 грамм то есть как бы это не принципиально важно это все та же по про все то же самое вся та же гелевая краска на которую шикарно отпечатывается фольга так теперь серебряный цвет у нас спросили что это это у нас лак для стемпинга номер 12 от компании эми вот мы сейчас его использовали в работу и подкрасили с вами вот эти вот эти интересные хоризонтемы так размыто но на самом деле девчат вроде бы все как бы как есть смотрите вот сейчас есть резкость нет потому что скорее всего телефон берет резкость может быть даже сейчас я вытру с пальца серебряный лак может быть тогда вот так будет меньше отражаться так проехали дальше для того чтобы фольга отпечаталась только туда куда нужно вам нужно обязательно перекрыть ноготочек топом безостаточной липкости в нашем случае это теклос теклос наносим на всю поверхность ногтевой пластины очень тонким слоем и просушиваем значит вы например если не пользуетесь допустим теклосом да это может быть любой топ глянцевый топ без остаточной липкости наносим тонким слоем и просушиваем девчат если вы просушите минуту будет очень хорошо просушите две будет еще лучше после того как вы просушите топ без остаточной липкости в нашем случае это теклос да кстати все по-разному произносят кто-то говорит так лес кто-то произносит теклос но на самом деле от ударения наверное может и не особо меняется смысл смысл в том что это глянцевый топ без остаточной липкости вот и после того как топ высыхает мы с вами обязательно должны забафить поверхность я возьму бафик это может быть бафик например 100 на 180 ну на самом деле любым бафиком которым вы работаете вы просто берете и бафите поверхность я сейчас с экрана уберу чтобы не мелькал бафик перед экраном я просто убираю глянец поверхности для чего это делать мы же с вами не можем обезжирить рисунок который мы сделали да с помощью техники стемпинг поэтому мы с вами закрыли его топом без остаточной липкости и забафили поверхность ну а теперь дело техники теперь нам нужно с вами черной гелевой краской отрисовать рисунок так ну конечно же обезжириваем поверхность для чего для чего вытираем сейчас обезжиривать для того чтобы убрать ненужную пыль так по поводу матового топа спрашивают не четкости размыто так может матовым топом покрыть матовый топ ложится намного толще матовый топ ложится более туслым слоем нежели глянцевый топ вот потом мы все равно нам нужно будет продолжать еще и еще перекрывать поэтому а вот тэклас он хорошо стоит как между слоями так и сверху вот матовый топ мы все-таки больше предпочитаем наносить сверху на готовую поверхность а вот тэклас он может использоваться потому что он бористый у него хорошее сцепление несмотря на то что он не имеет остаточной липкости поэтому покрываем тэкласом бафим и потом сверху уже закрываете то чем вы работаете абсолютно не важно так ну и я взяла черную гелевую краску черный тюльпан капельку и теперь кисточкой 5 дробь 0 такая кисточка подтерлись меня циферки 5 дробь 0 лине и линярная аккуратненько выделяем эту зону кстати можете одну или не можно 2 нарисовать линии прикольно будет просто вот этот вот маленький такой наш вот это завлекал очка нас станет более выразительной можно сделать например не в одном месте там в двух местах до заранее приготовить получается вот так если честно я тут вниз под телефон немножко неудобно я перерисую девчат с вашего разрешения прям сама смотрю могу спешу так толсто позориться то не хочется хотя наверное уже опозорилась дам и так чё тоненькая кисточка еще раз но только надо потом что-то что-то прям разогналась и аккуратненько по границе на самом деле как бы вы когда печатаете фольгу любая линия даже какая-то неровная кривая на знаете как бы нивелируется под фольгой и становится даже очень симпатично и неважно потолще потоньше ночью там не прям ну ну прям очень толсто получил так вот таким вот образом аккуратненько закончили и девчат чтобы хорошо отпечаталась фольга мы просушиваем черную гелевую краску черный тюльпан одну минуту ну на самом деле если у вас лампа новая мощная только купленная да там вы только-только начали на ней работать принципе можно подсушить черную гелевую краску 30 секунд вот но вот лампа у меня давно работает уже поэтому я и буду сушить одну минуту а пока сушу видите вот можно золотой фольгой сделать да вот серебряной фольгу взять можно было сделать вот таким образом видите с номером такой мы с вами выбрали это 394 мы с вами сделали с 390 номером а можно было бы сделать например с 394 номером видите вот так вот частично так ну и после того как мы фольгу отпечатай можно добавить еще и например какую-нибудь наклеечку виде шарми кончика которая будет осовременивать любой дизайн какую-нибудь надпись да такую незамысловатую а пока у нас доходит минутка до конца мы с вами берем серебряную фольгушку самое интересное куда ее дела вы берете фольгу девчат берете таким образом чтобы вы видели какого цвета фольга видите вот она серебряная по большому счету это пленочка с напылением вот и вот это напыление которое находится с той стороны да мы с вами нажимаем на поверхность подержали и после этого оторвали нажали оторвали фольга отпечатывается абсолютно везде перемещаете фольгу на чистое место допечатываете там где не допечатались видите вот она серебряная оболочка такая получилась ну и сочетание серебряной лаковой краской который мы сделали до технику стемпинг и теперь мы с вами закрываем закрываем любым топом которые есть у вас работе хотите можете закрыть тем же текласом потому что теклас он прекрасно выступает как промежуточный этап так и завершающее покрытие или например ультрашайн да шикарный красивый как бы топ красиво блестит если вы делаете хорошее укрепление базой да если вы укрепляете стрессовую зону то вы запросто на гель-лак можете нанести ультрашайн несмотря на то что он более жесткий по сравнению с текласом есть еще ряд топов которые вышли недавно в компании ими можно в принципе воспользоваться любым которым вам нравится я поэтому часто например на занятиях говорю к в конце закрываете топом которым вы работаете да обычно то есть как бы никто никаких обязательств ну вот я заговорила за топ и забыла приклеить какую-то наклеечку хотя на самом деле можно было запросто воспользоваться наклеечками с какими-нибудь надписями да какие у нас за последнее время вышли шармиконы и можно воспользоваться например вот была надпись да какая-нибудь красивый такая осенний вариант это получается у нас шармикончик номер двести сорок третий кленовые листья можно было взять отсюда какие-нибудь вот очень много вариантов с разными такими прикольными штучками 242 мечтательные фразы видите вот такие да варианты так ну цепочки я хотела именно вспомнить про шармиконы с надписями с надписями сейчас девчат ну я сейчас просто например наклею какую-нибудь надпись просто к тому чтобы показать да как вариант на самом деле смотрите можно было сюда перед топом до какие-нибудь какие-нибудь буковки наклеить и было бы в принципе прикольно надо что-нибудь такое прям небольшое маленькое сейчас сейчас такую геометрию можно попал между тоже даже целых два использованных ну на самом деле я вот допустим забыла до наклеить это уже топом покрыла можно просто наклеить и только одну наклеечку перекрыть либо даже просто прозрачным лаком покрыть она будет очень долго стоять пока вы не придете на коррекцию так ну все значит этот вариант мы сделали со стемпингом до плюс фольга и задействовали цвет номер 390 из компании lost and time так давайте продолжим задействовать фольгу в нашу работу сделаем еще вариант так я сюда сейчас подвину давайте мы сделаем вариант например какой-нибудь вот такого плана видите вот очень интересно может желтым светлана вы имеете ввиду вот этот вариант который последний да ага свет на самом деле вы смотрите вот этот вот ряд верхний вот этот весь ли верхний ряд все оно одно и то же да просто задействовала по максимальному количеству все цвета из коллекции поэтому принципе нам с вами все равно мы с вами можем сделать например такой вариант не в желтом цвете например там а в зеленом цвете если вы не против вот ну просто чтобы не повторяться желтый уже один есть если вы не против тогда я делаю в зеленом цвете что скажете желтый ну вот светлана первая начала поэтому давайте на желтом фоне хорошо так и так значит 392 номер опять же можно посочетать на самом деле с абсолютно с любыми цветами например вот сделать например дизайн на одном ногте да все остальные ноготочки например покрытием же зелененьким цветом почему бы и нет так основной цвет возьмем 392 коллекция lost and time да вот такой красивый гор не знаю даже горчичный не горчичный какой больше цвет вам напоминать нечто среднее между оранжевым охрой желтым да что то такое красиво ярко девчат нанесла цвет в один слой да не надо наносить очень жирно тонкий слой все равно ложится очень плотно так просушиваем теперь нам потребуется цвет белый да ну белый цвет самое простое решение это номер 001 белый лотос и теперь буквально совсем чуть-чуть давайте у меня сверху есть такой вариант давайте снизу сделаем то есть вот здесь вот доносим немножечко белого гель-лака вот тут вниз и теперь девчат кисточку линеарную можно смочить так легче будет размывать например в какой-нибудь хотите в базе хотите в теклосе это не принципиально важно можно взять вот так аккуратно капельку какого-нибудь прозрачного либо топа либо базы кисточку промою не буду ее вытирать сильно будет мне легче растушевывать то есть какое-то такое немножко движение да чтобы границ таки были неопределенные немножко где-то рваные никогда не поздно будет еще добавить например там того же белого цвета так немножечко вот так и давайте я вот так вот вверх по диагонали немножко размоем а потом все равно туда будем добавлять немножко фольги немножко листиков каких-то до какой-то слайдер может быть у вас какие-то другие есть наличие не обязательно только такие как вот у нас например хотя знаете вот иной раз часто вот покупаешь когда много всяких декораций они потом валяются правильно же какие-то задействовал а какие-то потом бесконечно куда-то там что-то попадаются я чуть-чуть поплотнее белый цвет сделаю просто когда сейчас начала растушевывать поняла что как бы вот тянуть нечего вот хочется чуть-чуть еще дальше потянуть вот так вот по диагонали ножичка все есть теперь мы просушиваем девчат и после просушки я предлагаю закрыть опять же т-классом потому что хочу добавить фольгу я не хочу чтобы фольга отпечаталась везде я например не очень уверена что фольга отпечатается совсем чуть-чуть вдруг она на остаточную липкость отпечатается большими пятнами а мне хотелось добавить там совсем совсем чуть-чуть фольги поэтому я хочу проконтролировать этот вопрос и например тем же топом без остаточной липкости но в нашем случае т-классом да хочу перекрыть пока ноготочек вот и точечно нанесу гель на который хорошо отпечатывается фольга точечно точечно совсем чуть-чуть так текласса естественно просушиваю после того как мы просушиваем текласс обязательно берем бафик и бафиком бафим поверхность а вот но надо чтобы текласс конечно же просох значит на что кроме черного тюльпана еще хорошо фольга отпечатывается девчат если это на фон если это не рисунок можно отпечатать на слайдер топ слайдер топа шикарная дисперсия и если вы просушите его минутку фольга отпечатается идеально хорошо точно так же как она черный тюльпан но в чем как бы разница например если вот для фона если для фона я пока девчат раз разговариваю бафик взяла бафиком бафим до поверхность значит если для фона вот если вам хочется чтобы на фон хорошо отпечаталась фольга есть такие гель-лаки после просушки которых есть дисперсия на поверхности то есть получается что вы просушиваете например гелевую краску ли гель-лак в течение там 30 секунд либо чуть больше а вот и ну смотрите что действительно липкость хорошая остается я взяла сейчас обезжириватель девчат просто чтобы вытереть вот эту остатки пыли значит и есть такие гель-лаки гелевой краски на которых после просушки хорошо отпечатывается фольга вот но и мы например не проверяем на какие хорошо отпечатывается на какие нет у нас есть слайдер топ и если мне нужно где-то на фон отпечатать фольгу мы наносим слайдер топ и через минуту просушки отпечатываем фольгу и если я сейчас хочу чтобы это было точечно можно взять например кисточку для градиента для градиента взять капельку слайдер топа слайдер топ у нас липким слоем причем липкость шикарно и на эту липкость очень хорошо отпечатывается все так вот я опять же у меня палитра это вот тут вот мой палец да так кисточка вот чистенькая видите наш простри жена вот таким вот образом и вот вы берете капельку вот так на кончик кисточки слайдер топа совсем чуть-чуть и вот кое-где вот такие знаете как бы такие вот так кое-где ниточки все и теперь просушиваем девчат одну минуту и на черную гелевую краску через минуту хорошо отпечатывается фольга и на слайдер топ тоже фольга отпечатывается через минуту давайте мы с вами возьмем золотую фольгу вот она да знаете лучше всего брать фольгу которая такая с металлическим оборотом с металлическим оборотом я глаза подняла попытаюсь вопросы почитать вот с нами поздоровались о возвращаюсь цвет тыковки согласна тань кстати да и катя мерщенко так горит это все время такие красивые слова находит когда описывать свои цвета до которые придумала и выпустила здравствуйте наталья вы лучшего спасибо улечка большое я очень сильно смущаюсь я ну короче стесняюсь так фольга тем временем пока я подняла глаза вопросы почитать час минуточка у нас добегает вроде бы минуты это так быстро в нашей жизни а когда ждешь эту минуту кажется так долго в лампе сохнет вот значит мы с вами досушиваем одну минутку и будем отпечатывать фольгу сейчас вот-вот найти как эти брюки все слава богу погасло так и совсем чуть-чуть то есть как бы большим пальчиком прижали оторвали видите получается вот как ниточки такие вот причем они параллельны друг дружке мы же кисточкой аккуратно наносили с вами да и получается вот такой красивый блеск знаете мне кажется даже этот вариант он красиво смотрится именно за счет того что фольгу добавили на самом деле ничего такого сверхъестественного да вот за счет вот красивого цвета это вода цвет тыковки и вот плюс фольгушка прикольно смотрится ну а сюда теперь на этот фон вы можете добавить все что угодно да лишь бы не слилось с фоном я еще тут немножечко поглумилась и отпечатана сначала веточки просто нашла у нас пластинка была такая вернее не было есть называется она ботаника ботаника да вот тут вот есть веточки которые мы можем с вами отпечатать например на задний план а на передний прикрепить какие-нибудь слайдеры ну так для знаете как бы ну чтобы она смотрелась делается просто выглядит как бы сложно да дорого-богато как у нас в ростове-на-дону положено да так черный лайк для стемпинга так и возьмем с вами какой-нибудь мне ну меня интересует какая-нибудь веточка да я перчатка порвалась так прикольно вот она уже не буду сейчас отвлекаться на этот счет то что рука будет все равно мокрая снова перчатку одеть уже не смогу так ну давайте вот например вот эту веточку я возьму да можно точечно просто выбрать какая вам больше нравится он заложка вас убираем все лишнее набираем легкий накат сильно давить на подушку не надо так вот она у нас веточка есть отсвечивает вот тут где-то в краешек я и сейчас отпечатаю вот одна есть как давайте еще какую-нибудь одну хочется какой-нибудь подлиннее что-то я потерялась а где у нас еще на какого-то длинненькая есть давайте ее возьмем да давайте я типа вас спрашиваю сама отвечаю так секундочку поехали вот она тут более длинная это мне так на задний план даже если вдруг где-то что-то знаете не очень хорошо отпечатать она все равно не будет особо бросаться в глаза вот сюда подальше отпечатала видите ну и теперь давайте можно еще еще добавить допустим а теперь давайте посмотрим какие у нас есть веточки чтобы они были знаете такие желтенькие чтобы прикольно сочеталась сейчас я взяла у меня просто есть в работе целая пачка девчат парочку мне нужно каких-нибудь желтеньких веточек которые живут самостоятельной жизни смотрите вот остатки остались смотрите вот эти маленькие да нам очень хорошо даже подойдут так что мы сейчас их вы вырежем на самом деле сейчас я думаю что нам этого будет совершенно достаточно один пальчик украсить так вырезаем вот нам написали что уже красиво в принципе почему бы и нет можно еще какую-нибудь надпись налепить вы чуть выше ветки и все и будет действительно хорошо так вот одна веточка например давайте еще одну возьмем я думаю что то это зелененькая будет неплохо сочетаться да вот уж вот если например у вас был такой слайдер сто процентов от всякие такие мелкие штучки дрючки по оставались и как раз таки очень хорошо даже задействовать вот еще одна веточка не знаю зачем еще вырежу листик такой который живет отдельной жизнью вдруг никуда-нибудь потребуется сейчас девчат например там у основания где-то что-то закрыть видите вот один отдельный листик мало ли друг у меня какой-то промежуток останется я его туда задействую так ну и поехали на что будем прикрепить слайдеры девчат если у вас не нету слайдер топа а можно выкупить на самом деле не для этого говорю слайдер топ да это топ с липким слоем шикарно держит под собой слайдеры на себе шикарно несет их вот слайдер топ чем хорош когда вы покрываете весь ноготь слайдер топом он не дает сколов он высыхает на ну в лампе да и образуется лаковая пленка это лаковая пленка не дает сколов поэтому очень хорошо как бы вот со слайдерами когда вы работаете на именно наносить слайдер топ так и я вот аккуратненько тонким слоем можно было нанести только туда куда вы хотите приклеить слайдер а можно например на весь вот можно на весь как бы ноготочек на самом деле не принципиально просто мне кажется когда тоненьким слоем на весь ноготь ноготь получается одного толщины одной да то есть как бы не выделяется какие-то зоны отдельные хотя на самом деле можно так можно так это не принципиально так можно с помощью подушечки до прикрепить веточки сейчас посмотрим как мы сделаем распределим их на наш ноготок на нашу абстракцию так вот одна я веточку зацепила сейчас давайте мы ее можно вот так и и чуть-чуть повыше вот она у нас видите вот легла а вот эту дырку белую до закроем листиком который желтенький а может быть у вас есть какой нить в арсенале какие-нибудь эти скажите там кленовые листочки например правильно же у всех же разные декорации есть в работе может ли ну кленовые листики может еще какие-то этот листочком сейчас за делаем все девчат значит когда вы при делаю прикрепляете слайдер на поверхность да липкой на полипкую поверхность значит ну мы сделали слайдер топ да нанесли и просушили в 10-15 секунд прикрепили слайдеры если слайдер топа у вас нету можно воспользоваться обыкновенной жидкой базы тоненько нанести базу и на базу прикрепить слайдеры обязательно после этого просушить процесс полимеризации продолжится и слайдеры хорошо за закрепиться на поверхности вот подсушили теперь обязательно любые слайдеры девчат мы рекомендовали бы перекрыть вернее ну обработать ультрабондом или может быть праймер да у вас называется эта жидкость у нас ультрабонд работает как двойной скотч скотч значит для хорошего сцепления так обрабатываем и закрываем топом хотите глянцевым хотите матовым это не принципиально важно важно что все декорации обязательно перекрываются топами уже глянцевыми или матовыми это уже на ваше усмотрение ну такой знаете вроде как и ветер дует золотой и листочки посыпались просушиваем так и если вы присмотритесь вот к этому варианту который мы взяли с вами в основу тут немножечко немножечко тоненькой кисточкой подчеркнуты краешки листочков до белой м-пастой вот можно немножечко подчеркнуть сверху ведь м-пастой мы же с вами можем рисовать по готовой поверхности м-паста белый рафинад и там уже точечек добавить точечки знаете всегда как бы украшают какую-нибудь варианты видите вот допустим слайдер сверху отрисовали лепесточки точечки добавили где-то рядышком вот то есть тут принципе тоже все с фольгой сделали акцент на фольгу отпечатали посерединке на кусочек цвета отпечатали отпечаток с помощью техники стемпинг ну и добавили конечно декорацию до виде шарми кончика тоже прикольно смотрится и дизайне на весь ноготь и не перегружен и потом пусть это будет только один ноготок но максимум 2 нам потребуется тоненькая кисточка немножко белой пасты совсем чуть-чуть и мы немножко даже вот так попрошу сейчас клиентку пальчик перевернуть аккуратненько краешки белый мы же с вами сделали как бы белый фон да но движение какое-то показали так сейчас переверну как бы толстовато нервничаю вот этот листочек снизу подчеркну немножечко ну и никогда не поздно где-то совсем чуть-чуть в любой непонятной ситуации ну кто-то сейчас мне скажет ой уже перебор и так далее девчат согласна но вы считаете что до этого было мало я считаю даже до этого уже было многое и цвет и белый и фольга да и немножко слайдеров добавили на самом деле как бы есть клиенты которые любят и потом если мы делаем все-таки дизайн на одном пальчике то почему бы например не воспользоваться до всеми подряд материалами так ну и мы конечно же его сюда сейчас прикрепим может быть еще есть какие-то вопросы у вас девчата я сейчас верну типсы все верну вот сюда на экран может быть как раз таки вы сделаете себе скриншот и воспользуетесь идеями которые мы вам предлагаем потому что мне нравится у нас все-таки вот екатерина николаевна мирошниченко она знаете когда придумывает какие-то декорации тут же придумывается к ним очень много всяких вариантов дизайна выходят дайджесты каждые два времени года да то есть как бы вот осень зима весна лето придумываются то есть декорации которые будут выходить ближайшее время и сразу предлагаются готовые дизайны ну и вот эти все прямые эфиры конечно это идея того чтобы мастер взял декорацию и воспользовался и по полной программе да даже всякими самыми медленно маленькими там какими-то веточками последнем дизайна пропустила начало так сейчас я тут это тут нас похвалили немножечко спасибо большое девчат сейчас читаю крутышка так расскажите о последнем дизайне пропустила начало наталья как сделать тип средний в конце зеленый с оливкой все то же самое что мы сейчас делали все то же самое только здесь матовый топ картинка перед этим вот с этого замечательного мгновения осени вот смотрите вот она прям по центру видите вот с этими ягодками там идет белая рамочка она просто не видно на белом листочке надписи ягодки и прикольно вот посочетать вот именно солид с таким зелененьким цветом видите вот он также с то же самое белое пятнышко посредине ноготочка также немножко фольги слайдер матовый топ вот а потом я белые пасты взяла немножко рамку выделила и получилось вот так все то же самое как мы сейчас делали и нас и вот они видите вот она наклеечка вот с этого на адреса мгновение осени тут много таких веточек которые подошли бы например к этому цвету так в конце зеленый с оливкой татьяна рассказала да очень круто и значит и вот перед вами расскажите о последнем дизайне пропустила начала оль ну вот я уже сказала что вот этот вот ряд весь то есть я просто брала основной какой-то цвет и ставила белое пятнышко немножечко его растягивала закрывала топом без остаточной липкости чуть-чуть слайдер топ наносила фольгу отпечатывала все а дальше декорации любые которые у вас есть наличие так наталья как сделать типс так это мы уже сказали очень круто так есть пожелание проводить два эфира в неделю значит ну девчат вот я думаю что менеджера нас смотрят я совершенно не против вот единственное знаете на раз когда сажусь делать какие-то варианты с какими-то две думаю о боже вы так уже делала и так я уже делала и уже так знаете какой-то страх берет а вдруг ничего не придумается вот и когда начинаю крепить вот например на планшетке типсики вот и думаю возьму боже мой и вроде бы не повторяются и вроде бы все это дело у нас как бы движется вперед рамки наполняются ставлю даже самой не верю что все это как бы возможно было сделать она потихоньку потихоньку все набирается так оля спрашивает фольгу отпечатали на черный тюльпан оль мы вот делали два варианта смотрите вот этот вариант тут вот нужно нужно было четко точечный на рисунок отпечатать фольгу до или вот эти варианты видите то есть получается здесь на черный тюльпан до черный тюльпан сушу минуту и потом отпечатывается фольга шикарно а если мне нужно отпечатать фольгу на фон то я пользуюсь слайдер топом слайдер топа шикарная дисперсия через минуту шикарно отпечатывается фольга то есть конкретно для фона на слайдер топ печатаю если на рисунок тот пользуюсь черным тюльпаном гелевая краска с липким слоем на слайдер топ кистью для амбре да улечка кисть для амбре вот махнула пару раз ну и все на этом потом отпечатали значит ну все очень красиво и знаете мне считаю что красиво за счет того что фольги мы добавили поэтому она праздничная красиво смотрится девчат спасибо вам огромное за ваше внимание значит вот вам типсики может быть скриншот и это будет вашей идеей для работы в ноябре и как бы вы можете своим клиентам что-то интересное предложить всех с началом 3 месяца осени не за горами зима ну давайте будем радоваться сегодня каждому дню конец каникулами всех да но правда они уже идут своему завершению но тем не менее девчат всем удачи всем творческих каких-то идей побольше ну и конечно же побольше вам денежных клиентов спасибо за ваше внимание всего самого хорошего до свидания